Приют только строится, а первообитательница уже есть. Хозяйка этой собаки умерла, и теперь Найда живет в деревне Хохлова, а заодно сторожит территорию стройки. Когда-то давно это был склад запчастей, затем много лет кирпичное помещение пустовало, крыша в нем обвалилась, а вокруг образовались густые заросли. Впрочем, когда Дмитрий впервые попал в этот, пусть и заброшенный уголок, он сразу понял, что приложив усилия, его можно превратить в гектары собачьего счастья. И теперь работа здесь кипит каждый день. Помещение Дмитрий приобрел в кредит, сейчас он решает земельные вопросы. Если удастся оформить для приюта прилегающую территорию, то здесь у животных будет и место выгула, и даже небольшое озеро. Предполагается, что приют сможет вместить четыре сотни четвероногих и будет решать проблему бездомных собак в масштабах города. Когда мы приехали на это место, и вот здесь рядом со зданием, ну сколько тут, меньше 30 метров, наверное, такая лужица, мы очень обрадовались. Почему? Потому что ее немножко в порядок привести, скажем так, мусор этот прочистить, траву эту подкосить, ну, грубо говоря, просто кустарник этот, годами туда ветки падавшие, продраете. Вот собакам, пожалуйста, лази я не хочу, упайся, по уши в грязи, в тени, ну то, что им как раз и надо. Пока подопечные Дмитрия живут в его частном приюте «Верность», расположенном в городе. Сейчас здесь 22 собаки. У каждой своя история отношений с человеком. Антошка прибился к приютской стае на колхозной площади. Приходим на колхозку мы, и товарищ Антоша возле нас постоянно крутится. Потом он начал нас провожать сюда, потом у него дама сердца появилась тут, и потом он тут остался. Но через полгода объявились его хозяева. То есть мы, когда на колхозной площади стояли, там, да, так, и мужчина с женщиной подходят и говорят, это наша собака, его Моцарт зовут. Я говорю, какой Моцарт это, Антоша? Ну, он, правда, их узнал, очень сильно обрадовался, прыгал, скакал там, ну, понятно было, что это ихняя собака. Они забрали ее, все, Антоша утром опять у нас оказался, он сам прибежал. Его уже два раза отдавали в хорошие ручки, он, последний раз он вернулся в дождь с Черняховки сам. Вот такой вот парень, короче говоря. Здесь ему совсем не было. Да, вот пятницу ее подбросили просто, просто на колхозной площади с переломом шеи. Лапа поврежденная была, еще с щенком маленьким. Ну, и вот так вот она у нас осталась, оказалась очень хорошей работницей. Своих собак Дмитрий называет лохматые работники приюта, чтобы завоевать любовь окружающих, они способны выполнять разные трюки. Ап! О! Ух ты! Сушка ушла. Антоша маленький, ну-ка умри давай. Давай, Антоша маленький, умри. Умри. Все, тихо будь, Антоша. Ап! Держи, Мося. Молодец. Вова. Вова. Вот так, Вова. Молодец. Благодаря тому, что собаки постоянно выходят на заработки, удается собрать деньги не только на корм и оплату коммуналки, но и на лечение, которое время от времени требуется многим четвероногим постояльцам. Слепая собака и эпилепсия больная, то есть огромные песы такой и больной эпилепсией. Планируется, что на новой территории медицинскую помощь животные будут получать на месте. Строительство Дмитрий очень хочет завершить до начала зимы. С материалами древесины и бетоном помогли неравнодушные люди. Здесь рады любой поддержке, от финансов до физического труда. Сам Дмитрий, его основной помощник по приюту, брат Валерий, постоянно пропадают на стройке. Сначала помогал в свободное время. Потом работы стало все больше, больше и больше. Я втянулся в это дело и теперь понятно, что это как смысл жизни. То есть без этого теперь невозможно. Дина Гришна, Игорь Миронов. Специально для Первого Смоленского.